Добейся успеха в Германии. Под таким девизом ФРГ запустила кампанию по привлечению иностранной рабочей силы. Одна из наиболее промышленно развитых стран мира остро нуждается в высококвалифицированных кадрах. Таким образом, правительство Германии вместе с Агентством труда пытается сбалансировать нынешнюю ситуацию в стране, которая возникла в результате влияния демографических изменений. Немецкие власти обратились к помощи извне. Они приглашают на поиски работы выходцев из стран Южной Европы, переживающих кризис, такие как Испания, Португалия и Греция. Прежде всего требуются инженеры, врачи, IT-специалисты. Мы привлекаем высококвалифицированных специалистов из-за рубежа и создаём для них хорошие условия. Именно поэтому очень важно быть дружелюбным народом и иметь высокий уровень культуры. Нам не важно, откуда тот или иной человек. Самое важное – это то, что люди готовы внести вклад в развитие экономики нашей страны. Гостеприимная культура – новая модная фраза в Германии. К примеру, передвижная выставка «Да, мы открыты», которая в настоящее время проводится по всей стране, направлена на продвижение нового имиджа, основанного на уроках, вынесенных из ошибок прошлых лет. Алисия Мадрона-Галан – одна из тех тысяч испанцев, которые оставили свою родину в поисках лучшего будущего. В Германии девушка добилась успеха, став системным инженером в крупной компании. В настоящее время число испанцев, приезжающих на заработки, неуклонно растёт. «Я здесь уже три года. В прошлом году сюда приехало очень много испанцев. Для меня Берлин всегда казался отличным городом, как другие большие города. Лондон, например. Это город, который в моде. Большинство из нас приезжает сюда, чтобы устроиться на работу и начать новую жизнь». Такие, как Алисия, в настоящее время обучаются в языковой школе. Учить немецкий язык их направили за счёт работодателей. Привлечение иностранных специалистов, в частности из Испании, даже стало бизнесом. Например, Висенте Милан создал свою собственную компанию в Берлине и Гранаде по привлечению испанских специалистов. Она также получает финансовую поддержку со стороны немецкого правительства. «Считается, что сюда приехало уже более 30 тысяч испанцев. Они здесь живут и работают. Но это не такое уж и большое количество. В Испании уровень безработицы среди молодёжи составляет 40%, так что есть ещё очень много безработных. И они звонят нам каждый день. Многие из них ищут перспективы на лучшее будущее в Германии». Эксперты указывают на то, что в течение ближайших десятилетий Германии придётся рассчитывать на ежегодный приток 200 тысяч человек, чтобы сбалансировать падение численности населения и избежать негативного воздействия на экономику, которая до сих пор не подвергалась таким же разрушительным последствиям кризиса, как другие страны Евросоюза. Наибольшее число людей эмигрирует в Германию из стран ЕС – Польши, Румынии, Болгарии и южных европейских кризисных стран, таких как Испания, Португалия, Италия и Греция. Тем не менее, нехватка высококвалифицированных кадров в Германии будет продолжаться, и уже сейчас эксперты прогнозируют, что в будущем увеличится число мигрантов из Индии и Китая.